Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины и это мой блог о жизни, о туризме и эмиграции в Аргентину. Но не только в Аргентину, а поскольку это моя уже третья эмиграция, поэтому на моем YouTube-канале вы можете найти мои видео и об эмиграции в Испанию. Сейчас я с большей частотой записываю видео об эмиграции в Аргентину. И в принципе это видео, которое я решила записать сегодня, его идея у меня уже теплилась давно, еще со времен, когда я жила в Испании. Но в Испании я не так часто занималась своим YouTube-каналом. Итак, давайте же поговорим о том, кому эмиграция противопоказана. Да, есть такие люди. Эмиграция это не для всех. Эмиграция это чертовски сложный процесс и он не всем показан. Итак, кому эмиграция запрещена? Ну, в первую очередь эмиграция запрещена патриотом. Только не просто патриотом, потому что я тоже патриот своей страны. Я патриот России, той самой многотысячелетней страны под названием Россия. Да, мне могут не нравиться какие-то процессы, происходящие в тот или иной период. Ну, в принципе, все процессы, происходящие последние сто лет в России, мне не нравятся. Но при этом я не перестаю любить Россию, я не перестаю называть ее своей родиной и любить эту страну. Но есть другая категория патриотов, которые можно условно назвать квасные патриоты. Для которых Россия это единственная страна, где все хорошо, где все правильно. И вот даже с такими намерениями есть люди, которые отправляются в эмиграцию. И люди эмигрируют по разным причинам. Вот это материальные причины, они едут там на заработки. Кто-то едет учиться, кто-то там замуж выходит. Очень много, кстати, вот этой категории квасных патриотов я наблюдала именно среди тех девушек, которые уехали за границу только в поисках своего личного счастья. Кто-то по медицинским вопросам переезжает, кто-то по работе пригласили, или компания перевелась на несколько лет в другую страну. То есть категории людей в эмиграции бывают разные, потому что некоторые считают, что люди уезжают из страны только потому, что они ее не любят. Нет, абсолютно сколько людей, сколько эмигрантов, столько и причин их эмиграции. И вот те люди, которые считают, что лучшей России, страны в мире нет, вам не надо переезжать. Не потому что Лена так сказала, а потому что вы будете страдать в эмиграции. Вот все будет не устраивать. Тысячи и тысячи таких вот патриотов в эмиграции я наблюдаю, которые постоянно любой чих, любой шаг в новой стране, они сравнивают с тем, как это происходило бы в России. Не будет в другой стране так же, как и в России. И вот этот фактор, он вас просто будет раздражать постоянно и будет вас изнутри уничтожать. Это, кстати, касается не только россиян. Я и среди аргентинцев встречала таких людей, которые считают, что Аргентина это страна номер один, и ни одна другая страна в мире не может с ней сравниться. И такие, которые пытались там переезжать и в Испанию, в другие страны Европы страдали там и возвращались. То есть такая категория людей, она может быть среди абсолютно любой национальности. Посмотрите, сколько сейчас украинских беженцев, пожив год-полтора года, да, уже полтора почти года прошло от начала военных действий, они возвращаются в Украину, несмотря на ту опасность, которая там грозит их жизнью, потому что они не смогли прижиться в новом для них обществе. Даже россияне вот сейчас такой трудный момент для страны, опасный даже, можно сказать, момент, они возвращаются тоже в Россию, поскольку они не смогли прижиться в новом обществе. То есть вот этот квасной патриотизм, он может быть присущи абсолютно людям любой страны, любой нации. Да, это не только у русских такое. Поэтому, если вы этим страдаете, если для вас та страна, где вы живете, она лучшая в мире, оставайтесь жить в этой стране и пытайтесь изменить свою жизнь внутри этой страны. Сюда же, кстати, к этой категории можно отнести людей, это как крайняя, как радикальная категория, категория это шовинисты, да, то есть русские это люди там номер один, немцы это люди номер один в этом мире. И все, что мы делаем, это лучшее, наш язык, он единственный, уникальный, на другом мы говорить не будем. Вот таким в миграцию ехать не надо, вы будете страдать. Живите в той стране, которую вы считаете самой великой, самой могучей, неповторимой, в засос любимой и так далее. Иммиграция это не для вас. Следующий пункт, кому иммиграция запрещена, это тем, кто отправляется в иммиграцию со своим самоваром. В прямом и в переносном смысле слова. Ну, в прямом здесь понятно, когда читаешь людей, которые, уехав в иммиграцию, 3-4 раза в год возвращаются на родину, в Россию, да, ну, давайте более мне понятно, это Россия, хотя хочу сказать, что эти явления, они присущи абсолютно для людей любой национальности и выходцев абсолютно из любой страны. И вот они несколько раз в год ездят с пустыми чемоданами на родину, возвращаются с полными, потому что все им не так, еда не такая, лекарства не такие, одежда не такая и так далее. И приехав в другую страну, они ищут в этой новой для них стране свои самовары, свои березки и так далее, которых нет и быть не может. Иногда вот встречаются, сейчас не могу буквально вспомнить, но вот пишут, Лена, а почему вот в Аргентине аргентинцы делают так? Или, а почему вот испанцы делают так, а не так, как это мы делали на родине? Да откуда они знают, как вы это делали на родине? Откуда они знают эти ваши привычки и почему они должны быть такими же? Вы же за каким-то макаром уехали в другую страну? Ну, наверное же, не потому что она такая же, как та страна, откуда вы уехали. Наверное, что-то вас в этой стране привлекло, привлекло именно потому, что она другая. Потому что если бы в ней было все четко под копирку, так же, как в вашей стране, смысл иммиграции тогда. Тема миграции и привлекательна, что все страны абсолютно разные, абсолютно все страны со своими плюсами и минусами. И вот мы выбираем ту страну, где эти плюсы перевешивают и отправляемся туда. Поэтому не надо ехать туда со своим укладом жизни. Следующий пункт, он в принципе вытекает из двух предыдущих. А кому противопоказанная миграция, это тем людям, которые не готовы меняться. То есть, если вы, приезжая в другую страну, не готовы принять ее обычаи, не готовы принять ее традиции, ее кухню, не знаю, там, ее климат, понять, что он не обязан быть таким же, как вы привыкли. Иммиграция тоже не для вас, потому что вас все будет раздражать. Иммигрант это человек с открытым менталитетом. Это вот самое главное качество, которое должно быть у иммигранта. Открытый менталитет. Вы должны быть открыты всему новому. Вы должны быть готовы впитывать новую культуру, новые традиции и так далее. И только когда вы к этому готовы, вы готовы к иммиграции. Следующий пункт, это мне, кстати, тут сынок написал, поскольку это видео, я попросила его тоже несколько пунктиков написать по его мнению. Вот что он мне написал, кому иммиграция запрещена, тем, кому в Москве это и за пять минут рабы делают. Но вы, я надеюсь, поняли, о чем это. Много лет наблюдая за пабликами русских в иммиграции, особенно тех, кто живет в Европе, я заметила тот факт, что очень часто, и даже не обязательно живут, да, и те, кто путешествует. Хотя люди, которые много путешествуют, у них все-таки менталитет более открытый. Жалуются, вот в Европе нет никакого сервиса, вот приходишь в рестораны, должен там ждать. Никто вот перед нами на задних лапках не бегает, никто перед нами не расшаркивает, и улыбки там у них не искренние, и это им не так, и прислуга не такая, и еще там сервиса нет и так далее. Вот если вы не готовы принять, что люди в других странах приходят на работу, да, то есть в рестораны, в бары люди приходят на работу для того, чтобы работать, да, для того, чтобы приготовить вам еду, чтобы накрыть вам стол, чтобы вы могли поесть вкусной еды. Они приходят на работу в течение своего рабочего дня, они не слуги перед вами, они не рабы, они не обязаны перед вами расшаркиваться, и так вот, да, сеньор, что скажете, сеньор, что поднести, что принести. Это осталось в крепостном праве, которое закончилось в России в 1868 году, если мне не изменяет память, то есть ровно за 100 лет до моего рождения, мне уже за полтинник, если что. Так вот, люди, которые работают в сервисе, они работают, они не обслуживают, они не обязаны вам угождать. Вы пришли в ресторан поесть, насладиться вкусной едой, вас будут обслуживать в порядке очереди. То же самое касается очередей, не знаю, там, в кассу, в банке, в Аргентине, даже для того, чтобы зайти в ресторан, люди стоят в очереди, чтобы зайти в театры, люди стоят в очереди, не только, кстати, в Аргентине. Это было первое, что меня удивило, когда я в Нью-Йорк приехала, еду по центру, там очередь на квартал стоит, там очередь на квартал стоит. Когда я спросила, что это такое, как это очереди в Америке, тогда у меня, кстати, менталитет еще закрытый был. Мне сказали, что это стоят очереди, чтобы зайти в театр, у меня был шок. Поэтому, когда я такие очереди видела уже в Аргентине, кстати, тоже в театре и в ресторане, к этому отношусь немножко с юмором и спокойнее. Да, это тяжело понять, нам, прошедшим через времена Советского Союза, мы ненавидим очереди, но это же наши комплексы, да, наши комплексы выходцев из Советского Союза, где абсолютно все нам доставалось, только отстояв в очередях. То же самое касается и темы аренды, да, которая тоже много раз поднимала этот вопрос. То есть, как считает русский человек, я приехала за границу, я достал там пачку денег, вот кинул, все, дайте мне квартиру, я в ней буду жить. Нет, так? Деньгами все не решается, ни в Европе, ни здесь, в Латинской Америке. Какие-то вопросы, да, конечно, решаются, но не абсолютно все. Если у вас есть деньги, но у вас нет документов, то вам будет очень тяжело. То же самое, что касается там и тех же там, не знаю, ресторанов, какие-то специальные экскурсии, с чем я тоже сталкивалась, когда мне говорили, да вот я сейчас тут достану 200 там долларов, это что для них не деньги, они тут обязаны бегать там на задних цыпочках передо мной, да, нет, со своими двумя статами долларами, да вы будете за ними бегать на цыпочках, чтобы они согласились оказать вам тот или иной сервис. И вот это вот есть присуще некоторым. Если оно у вас есть, тоже вы. Или меняйте вот эти вот все свои настроечки, или оставайтесь дома. Рабов нет, крепостных тоже нигде нет. Еще одна категория людей, я знаю, что это очень спорно. Этот вопрос я очень много раз поднимала и слышала достаточно противоположное мнение, поэтому вполне тоже свое можете написать и обоснуйте, если вы с этим не согласны. Мое мнение, если вы в чем-либо не состоялись на родине, то не стоит думать, что вы сможете добиться всего в эмиграции. Вот часто пишут, а как уехать в эмиграцию без денег? Да никак, потому что, во-первых, вы даже билет себе на самолет не купите, да. Вы приедете, у вас денег не будет на съем квартиры. Как вы уедете в эмиграцию без денег? Никак. Опять же, если вы в своей родной среде, у себя на родине, где вы говорите на своем родном языке, где у вас множество друзей, знакомых, родственников с детства, да, вот это вот ваше окружение, с детства вы не смогли ничего добиться, вы не смогли заработать денег даже на эмиграцию, там, на билет на самолет, вы не смогли состояться как специалист, кто вам сказал, что когда вы приедете в другую страну, у вас все получится. Ну, вот с чего бы это? Обычно этим страдают люди, которые во всех своих грехах винят правительство или там окружение и так далее, да. Вот люди, которые считают, что они не состоялись, потому что Россия коррумпированная там страна, могут зарабатывать деньги только воры, спекулянты и так далее. Вот с таким менталитетом вам точно не надо за границу, потому что даже Европа, она держится на среднем классе, на классе мелких предпринимателей. И если в вашем менталитете мелкий предприниматель это спекулянт, делать вам здесь нечего, оставайтесь на родине. С такими мировоззрениями, с таким подходом к жизни вы ничего не заработаете, у вас ничего не получится, потому что если вы вот с такими установками переезжаете, это как раз тот самый случай, когда говорят, что можно вывести девушку из деревни, а деревню из девушки не вывести. Здесь тот же самый абсолютно вариант. Следующая категория людей, кому эмиграция запрещена, это тот класс, про который, можно сказать, уже анекдоты сложены теми, кто очень давно находится в эмиграции. А именно это люди, которые, приезжая в эмиграцию, первым делом ищут укроп, гречку, сметану, селедку. Нужное подчеркнуть или можете добавить в комментариях. Уже сколько лет я состою в различных эмигрантских группах. Насколько казалось бы, мир уже стал космополитичным, но абсолютно ничего не меняется. Каждая новая волна эмигрантов, да не только волна, наверное, каждую неделю абсолютно в любом паблике можно встретить. Отновь прибывших. Где купить гречку? Как можно жить без гречки? Где купить укроп? Селедка там не такая. Спрашиваю, какая селедка не такая? Например, люди переезжают в Германию, в другие страны Северной Европы, где селедка тоже в ходу. А вот она у них кусочками нарезана. Нам надо целую селедку покупать. Ну ешкин кот. Откуда в Германии знают, что вот селедку нужно продавать только целой? А потом, приходя домой, начинают ее чистить, ковыряться в ее кишках. Фу, я как вспомню, как эти кишки в селедке чистить. Вообще, как рыбу дома чистить можно. У меня уже внутри там все переворачивается, потому что за столько лет я уже привыкла. Ты пришел в магазин, тебе ее почистили. И от этой шелухи, как она там? От чешуи. Там кишки, голову выбросили. Все, ты пришел домой. Я ее еще раз рыбку обмыла, закинула в духовку, на сковородку, приготовила. Как в этом во всем ковыряться, я не представляю. Особенно вот селедка с кишками, которая продается. А есть у меня, кстати, в подписчиках те, кто любит такую селедку целую, чтобы принести и сидеть там в ней дома ковыряться. Пишите вон там в комментариях. Я вас буду очень любить. Я, кстати, в предыдущем видео уже говорила о том, что когда вы приезжаете в эмиграцию, будьте готовы полюбить новую кухню. Кухню той страны, куда вы приехали. Вот поверьте, вам будет значительно легче. И поверьте, что русская кухня – это не есть само совершенство. Ну, в принципе, я не знаю, какую кухню можно назвать самим совершенством, потому что в каждой кухне есть какие-то свои сильные стороны. И когда вы будете открыты новому миру, когда вы научитесь пробовать новую страну на вкус, откроете для себя много удивительных вкусов, вы поймете, что жизнь прекрасна своим разнообразием. А кому еще запрещена эмиграция? Здесь немножко будут несколько между собой перекликаться, но мне хотелось бы это еще раз подчеркнуть. Это, в принципе, хорошо для вас, кто собрался в эмиграцию, но сомневается, надо ему или нет. Вот если вы сомневаетесь, скорее всего, вам не надо, и, скорее всего, вы не сможете принимать новую страну. Поэтому еще раз вот зачитаю, у меня тут есть некоторая выписка, я же готовилась. Нет, не я готовилась, мы вместе с сыном готовились, обсуждали эту тему, потому что у меня сын тоже уже давно в эмиграции, уже в этом году 9 лет. Как он покинул Россию и живет, да, у меня живет на две страны, между Испанией и Швецией, ему также нравится Аргентина, он сюда иногда время от времени приезжает, и тоже он открыт, там рассматривает и другие страны, то есть у нас с ним такого нет. Вот мы сюда приехали, мы обосновались, больше мы никуда не вернемся или никуда не переедем и так далее, потому что нам с ним интересно познавать этот мир, интересно познавать обычаи, традиции и так далее. Итак, что мы тут с ним еще написали? Кому эмиграция противопоказана, это тем, кто не готов ничего менять и не готов меняться. Это тоже, кстати, очень важный вопрос, потому что очень часто можно прочитать такие комментарии в пабликах людей, которые собираются в эмиграцию. Вот я здесь, я на родине работаю белым воротничком, прихожу на работу поболтать там с коллегами, попить чай и так далее. То есть сюда можете добавить какую угодно должность, это могут быть банкиры, люди, которые занимаются подбором персонала. В Европе, где малый бизнес и в основном семейный бизнес, компании, где нужны работники по подбору персонала, их на пальцах одной руки. В России вот этого вот класта людей, которые занимаются этим, огромнейшие и простите, но вот даже абсолютно вся Европа, включая и другие континенты, не может вместить в себя такое количество людей, которые этим занимаются в России. Это абсолютно любой офисный планктон, который мечтает, что когда они переедут за границу в любую абсолютно страну, они будут жить абсолютно на том же уровне. Они мечтают, что они тут же устроятся на работу в какой-либо офис, похожий на тот, в котором они работали в России, что они начнут работать в банке абсолютно на той же должности и с той же зарплатой, которую им Россия платит, ну или там в другой стране их исхода. Нет, господа, такое может случиться, но я не знаю, там в полпроценте случаев. Дети, кружечка у меня такая тропическая, я же переехала в тропическую страну, вон я себе, видите, какие там джунгли дома развожу. Кружечки у меня тропические, потому что я живу в тропической стране, я принимаю эту страну, я в принципе приехала в Латинскую Америку за экзотикой, несмотря на то, что меня не перестают спрашивать, Лена, почему ты переехала в Аргентину, это же отстойная страна, наверное, дело в мужике. Господи, я бы еще за мужиком в Аргентину не переезжала, вы о чем вообще? Пусть мужики за мной переезжают там, где мне нравится. Так, любая эмиграция это всегда отскок назад, и зачастую это очень большой отскок назад, и это ваша возможность в этом отскоке оттолкнуться от задней стенки, иногда даже приходится оттолкнуться от самого дна, чтобы потом подняться вверх. Да, не всем это получается, да, некоторые, опустившись вон туда, на дно, или отскочив до задней стенки, там и остаются. И здесь уже все зависит от ваших внутренних сил, от вашей способности приспосабливаться к новым условиям, от вашей способности быть открытым новому миру, да, то, о чем я уже сегодня говорила. Поэтому надеяться на то, что вы приедете в эмиграцию, и у вас будет все абсолютно так же, как у вас это было на родине, это неправильно так думать. Да, есть тот вариант, когда вы едете в эмиграцию с большим количеством денег, и вы знаете, что вы, например, вот приехали в Аргентину, купили большой земельный участок, построили свою ферму, или там завели свои виноградники, начали выращивать виноград, выращивать скот, не знаю, что там еще, редиску, укроп ваш любимый, гречку и так далее. Если вы готовы в это вложиться, нанять людей и так далее, да, возможно, в этом случае у вас даже будет там сразу с первого года, не с первых дней, да, потому что все равно это вложение, это раскрутка и так далее, возможно, у вас сразу начнется большой скачок. Но с другой стороны, если вы эти деньги заработали уже на родине, чтобы здесь открыть все эти предприятия, то это означает о том, что вам и на родине, в принципе, неплохо жилось, и вы просто решили освоить новые территории в этом мире. Такие тоже эмигранты есть, потому что вот это вот расхожее мнение о том, что в эмиграцию люди едут только для того, чтобы заработать больше денег, чем они их зарабатывали на родине, это немножко неправильно. В эмиграцию люди едут по абсолютно разным причинам, и у каждого она своя, у каждого своя мотивация. И еще раз повторюсь, если тема, если кто-то потерял нить моих рассуждений, если вы в новой стране не готовы в начале эмиграции провалиться, в том числе и материально, вам лучше оставаться на родине, потому что эмиграция в 99% это шаг назад. Кому еще эмиграция запрещена? Следующая категория людей, это люди, о которых, в принципе, я в этом видео говорила, это люди, которые страдают шовинизмом, это люди, которые ждут, что в других странах их все будут обслуживать, прислуживать, что вокруг одни рабы. И вот король или королева прибыли в новую страну, и вокруг них все должно начать крутиться, вертеться и так далее, всех будут обслуживать, прислуживать. Ах, белые люди приехали, нет, вы приехали в новую страну, и это вам нужно будет крутиться, вертеться, приспосабливаться к новой стране, или открывать здесь свой бизнес, или идти искать работу. Работу, и опять еще повторюсь, работу зачастую на более низком уровне, чем та, которая у вас была на родине, даже несмотря на то, что вы приехали с деньгами, да, есть такая категория людей, которые приезжают, у них там денег, на 2-3 года у меня денег хватит, поэтому я тут пока расслаблюсь. Так вот эти, которые вы рассчитываете, что у вас хватит на 2-3 года, они обычно заканчиваются за полгода, за год. Поэтому, особенно если это ваша первая эмиграция, вы мало путешествовали, да, потому что очень много соблазнов, все хочется попробовать, да, у меня там деньги есть, да, у меня там деньги есть, они очень быстро заканчиваются. Поэтому, когда вы приезжаете в эмиграцию даже с запасом денег, идите, работайте с первого же месяца абсолютно на любую работу, идите, мойте посуду, идите, подметайте подъезды, идите там в Аргентине, выгуливайте собак. Это хоть какая-то копеечка, которая вам поможет покрывать свои ежедневные потребности, на еду тратить, возможно, где-то даже на аренду отложить и так далее. То есть, те деньги, которые вы с собой привезли, их лучше хранить, они вам еще понадобятся. И вот это способность тоже открытого менталитета, приехав в новую страну, идти работать абсолютно на любую работу, даже на ту, которую раньше на родине вы называли грязная работа. Кому еще не стоит ехать в эмиграцию? Сейчас зачитаю еще одну фразу, которую мне сегодня прислал сын для этого видео. Зачитаю ее дословно, потому что сказать это по памяти я не могу. Итак, кому эмиграция запрещена? Тем, кому нужно все и быстро. Рабов нет. Во всем мире работают обычные люди. В своем ритме, особенно таким терапилам, строго запрещено ехать в жаркие страны. Вы же знаете про наши маньяны, да? Так как их там со всеми их привычками не ждали. Я не буду зачитывать то, что он мне написал. Это тоже одна из частых жалоб некоторых наших эмигрантов, которые приезжают в Испанию, приезжают в Аргентину, абсолютно во все страны Латинской Америки, в Италию и так далее. Люди во многих странах живут себе в удовольствии. Еще раз повторюсь, что люди приходят на работу работать, а не обслуживать вас. Люди стараются жить без стресса. Именно поэтому продолжительность жизни у них выше. И поэтому, если вам что-то срочно нужно было вчера, это ваши проблемы, а не их проблемы. Вот как пример, летом в Аргентине очень часто отключают свет из-за того, что страна жаркая. И когда вот эти в феврале наступили очень жаркие дни, и наши кондиционеры здесь работали без остановки, в такие периоды очень часто вырубает свет. И вот однажды в воскресенье у нас вырубило свет. Мы в нашем чатике дома немножко погоревали. А в нашем же чатике сидит и управляющий, который иногда пролистывает наши сообщения. Ну что, все включили свечки. Кто-то уехал к родственникам или друзьям, у которых свет не выключили, чтобы провести эту ночь там, где есть свет. И вечером все-таки пришел управляющий и что-то там подшаманил, сделал и свет дали. Как вы думаете, какая была реакция у моих соседей? В чат посыпались сообщения. Господи, Марьяна, спасибо тебе, что ты нашел время в свой выходной день. В воскресенье вечером оторвался от семьи и пришел для того, чтобы дать нам свет. Огромнейшая тебе благодарность. Ты лучший управляющий дома, о каких мы только знали. А теперь на минуточку вспомните свои чатики, если они у вас есть в тех домах, где вы живете. Ну, наконец-то, приперся, сделал, ждали мы, вот тут сидели, мы тут два часа просидели без света. Да, разницу чувствуете? То есть у каждого человека есть право на отдых, у каждого человека есть свои рабочие часы. И если у вас там что-то случилось такое экстренное, это не значит, что весь мир должен все бросить и побежать делать вам. Кто-то пришел, сделал, да, скажите спасибо и отблагодарите, что в свое личное время он сделал, потому что он не является, да, там, скорой помощью. Но за исключением, да, если есть какие-то сервисные скорые службы, которые обещают реагировать на любую проблему в течение 24 часов. Да, это немножко другой вопрос. Но если мы говорим о чем-то плановом, то это, кстати, вот касается и отношения наших мигрантов к медицине везде за пределами России. Да, мы привыкли, что на любой чих мы звоним и приезжает скорая помощь. А когда отправляемся в эмиграцию в другие страны, мы вдруг узнаем, что скорая помощь – это скорая помощь, помощь в очень сложных ситуациях. Это не такси, когда приедет к вам врач только чтобы замерить вашу температуру и выписать вам аспирин, там, я не знаю, перцетамол и так далее. И это очень многих возмущает, вновь прибывших в эмиграцию наших русских, почему нет такой скорой помощи, почему скорая помощь приезжает только в случаях, когда вашей жизни угрожает смерть. Ну, потому что это именно скорая помощь на случай, когда вы сами не можете поднять свой зад, вызвать такси или там попросить соседа и приехать в госпиталь, где вас обслужат. То же самое касается и медицины. Да, мы у себя в России привыкли к бесплатной медицине во всем. Но опять же, давайте вспомнить, что она у нас условно бесплатная. Если вы пришли к врачу на прием там без конфеток, без бутылки коньяка и так далее, а уж тем более, если вы легли в бесплатный госпиталь и ждете, что вам бесплатно все сделают по высшему уровню, Ну, это же сказки, да. Вы же, все мы прекрасно знаем, что даже когда мы ложимся в бесплатный госпиталь, мы всегда несем конвертик, кладем его в карман к врачам, не знаю, там, анестезиологам, хирургам и так далее. Поэтому давайте не будем кривить душой, что для быстрого и хорошего медицинского обеспечения, даже как бы оно там бесплатно в России не называлось, мы все равно платим. А в Европе, в других странах, там, то же самое в Аргентине, здесь просто все по-честному. То есть, если это бесплатная медицина, хотя она тоже, да, условно бесплатная, потому что мы в своих налогах, да, социальные налоги платим, в том числе за медицину, но принято ее называть бесплатной, то приходится ждать всего и долго. И для этого есть платные страховки, где вы дополнительно платите каждый месяц, тогда вас уже будут обслуживать вне очереди, практически точно так же, когда вы в России, чтобы вас вне очереди, вам сделали операцию, обслужили и так далее, вы даете врачу взятки. Только в России эти взятки, извините, но они намного выше, чем ваша честная страховка, которую вы платите в любой другой стране в Европе. И если ваша болезнь, она не угрожает вашей жизни, то извините, в порядке очереди, да, и то есть, если к врачу вот по вот этой бесплатной страховке очередь на 2-3 месяца вперед, вот там в этой очереди абсолютно такие же люди, как вы, поэтому не будут вам делать это вне очереди. Другой случай, когда у вас что-то серьезное, да, которое угрожает вашей жизни, тогда, да, вас будут обслуживать в экстренном порядке, но почему-то наших людей это раздражает. То есть, вы или соглашаетесь на бесплатную медицину и стоите в этих долгих очередях, или вы платите за страховку, и вас обслуживают в порядке ускоренной, да, привилегированной очереди, то, как вы любите, чтобы вы были лучше, привилегии только для вас, ну, научитесь за эти привилегии честно платить. А то почему-то на родине вы готовы были платить взятки врачам, а платить в Европе или в Америках за медицинскую страховку вы не готовы, вы не готовы. Ну, вот, честно, для меня это как-то немножко странно звучит. Так, и кому еще, тут у меня еще один пунктик остался, тоже, кстати, сын мой написал, потому что я уже об этом как-то даже и подзабыла. Вот, что он пишет, кому эмиграция запрещена панторезом, будет очень некомфортно ловить на своих броских луи-вейтонах взгляды. Такое тоже есть. Очень часто от наших, можно, эмигрантов, прибывающих в Европу, вот, кстати, Европы это касается больше, читать такие комментарии. А в Европе женщины не умеют одеваться, они там серые мышки, позволяют себе выйти из дома, не сделав там прически, макияжи, не уложив лаком хайра, вот эти, не знаю, там ирокезы, не сделав трехметровые ногти и так далее. Неряхи, одеваются в треники, ходят в джинсах и так далее. Ну, не ходят. А зачем женщине, которая рано утром вышла прогуляться по парку, нужно обязательно одевать каблуки, я не знаю, там вечерние наряды и так далее. Во всем мире уже люди научили жить в свое удовольствие, ей комфортно идти гулять в спортивном костюме, она идет гулять в спортивном костюме и в кроссовках. Даже уже, господи, я не знаю, только, наверное, из глубокой российской глубинки можно кого-то удивить тем, что к платью принято в Европе давно в дневное время одевать кеды, кроссовки. Это комфортно, это удобно. Я уже вообще забыла, когда я каблуки одевала, и несмотря на мой шестой десяток, извините, но у меня ступня, как у младенца. Потому что я уже последние, сколько, 14-15 лет я хожу в основном только в спортивной обуви. Я в театр не очень часто хожу, поэтому у меня даже такой особой обуви-то в выходной для театров, мне кажется, нет. Сапоги есть, если вы выйдете на каблуках. Приезжают в Аргентину сюда люди, и они идут, там сумочка, шанель, чуть ли там не на золотой цепочке. Мне, когда туристы приходят в таком виде, мне аж плохо становится. Потому что я знаю, чем это может закончиться. Прошу, оставьте, пожалуйста, вот эту свою, мне очень нравится ваша сумочка, она очень красивая. Но если вы вечером пойдете в театр колонн, тогда возьмите эту сумочку, вы вызовете к своему подъезду такси, который вас отвезет до театра колонн, и там вы с этой сумочкой красивой выйдете. А днем, пожалуйста, что-нибудь попроще, не нужно к себе привлекать внимание. Потому что этот мир, он несовершенен. Вы можете этим вызвать завистливые взгляды других, кому покажется, что ему эта сумочка нужнее. Зачем раздражать других людей, кому эти понты по большому счету нужны. Да, можно одеваться красиво, можно одеваться с очень хорошим вкусом, но если это дневной наряд, пусть он будет дневным нарядом, а не вечерним, когда хочется показать все свои там меха, бриллианты, жемчуга и так далее в дневное время. Вы никого этим в Европе не удивите, а в Латинской Америке удивите определенный класс людей, которых на самом деле не надо удивлять, а лучше вообще как бы их никак не раздражать. Поэтому вот эти вот свои понты оставляйте дома. Ну, в принципе, на этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что я осветила все вопросы. Если вы считаете, что есть еще какой-либо тип людей, которым эмиграция запрещена, вон там вот внизу, пишите в комментариях. Также не забывайте мне поставить лайки, я их очень люблю. Подписывайтесь на мой канал и до новых встреч. Всем пока-пока. С вами была ваша Елена Вивас из Аргентины.